приветствуем вас уважаемые зрители с вами антон партизан и алексей хэнконг привет дорогие друзья и мы продолжаем запись подкалибра и кумулятива которые в руках и рюкзаке соответственно или наоборот да здесь кому как удобнее будет друзья мы с шестым выпуском сегодня к вам приходим шестой выпуск это уже некая отсечка больше чем пятый но меньше чем десятый а ты выпуск будет это вот такой небольшой юбилейный выпуск на чем же мы сегодня будем кататься антон алексей у меня такого предложения после обновления и введения тяжелой техники в игру покататься определенное количество времени на советской технике и потом соответственно переключиться на немецкую у меня тебе вопрос такого плана каком режиме игры сегодня мы будем устраивать наши покатушки для начала мы могли прокатиться по одному бою в аркадных боях после этого сделать еще несколько боев например в режиме реалистичных боев ну я с тобой принципе солидарен можно поступить и так но проблема в том что у меня после ввода рб режима прокачано только по одному слоту экипаж ну что ж тоже неплохо ну давай тогда покатаемся и в рб режиме но для начала я просто предлагаю сделать аркадный чтобы успеть пробежать по технике просто зрители могли еще разочек насладиться всей красотой поучью ну а после этого уже отправляться в рб если я правильно понял о чем ты говорил антон и мы делаем паузу алексей я с тобой согласен давай проведем несколько боев в аркадном режиме я думаю не больше чем один бой показать просто всю технику которая присутствует в игре и на каждой нации а потом пойдем уже увлечемся более хардкорным режимом реалистичных боев так как мы довольно таки много с тобой произвели записей в аркадном режиме поэтому как бы точно надо переключаться на что-то более серьезное надо бы уже до рассказать и тем кто ждет все-таки реализма что же там что же там такое у нас в реализме то а и кстати вот если мы будем записывать в таком формате наши покатушечки сегодняшние то зрители смогут увидеть насколько режим арбе отличается от режима аркады уже на данный момент точно точно ну что нарядили давление в гусеницах проверили все нормально раз все так так но я тогда ставлю линейку три машины это будет у меня и су-122 т-44 и из 2 образца 44 года единственное что да я вот 122 с наверное возьму 144 и из образца 44 года ну и по возможности если будет то еще и на 34 85 может быть съезжу я пока поставил эти танки хотя у меня тут стоят самолеты не буду искушать не буду их уже перемещать и едем в аркаду у меня три танка так алексей оставлю галочку на аркадные бои поехали поехали как у тебя принципе первое впечатление твое от на уведение вот этих четвертый четвертого уровня наземной техники алексей знаешь такое неоднозначное я конечно ожидал новую технику но 4 и 4 эра как бы меня возникает гораздо больше вопросов чего ответов по каждой машине особенно советской ветки взять хотя бы тот же 144 который вроде бы у нас маши машина гигант машина с таким звучным именем заработанным правда этой машины и в том числе и с помощью других игровых проектов но тем не менее машина которая будет должна себя показывать как такой танк из танков танк среди танков так вот ну я бы не слотан среди танков начнем с того то в любом случае это является средней машиной вооружение 8 85 новая пушка конечно слабовато против таких монстров как королевский тигр и и ягд пантера и ординат ординат вообще не оставляет шансов никакого никаких шансов средним танкам советской ветки поэтому и именно так боюсь что именно так здесь проблема заключаться да именно в этом я говорю немножко появления нижнюю то есть точка появления 2 и вернее появился географически наверху а вот в списке она была внизу поэтому мы сейчас встретимся на давай поедем друг другу встречу потому что карта для меня неизвестная я сейчас не очень много времени провожу танков работа мешает всем этом а а вот мне удалось немножко узнать об этой карте сейчас я расскажу тебе интересную фишку мы с тобой идем на машинах а ты идешь на ису-122 вот насчет ису-122 не уверен а насчет средних и тяжелых танков тут есть замечательные мостики два каменных за один из этих мостик можно заехать там во первых можно конечно же постоять до моста есть хорошие хорошие камушки за которой можно стоять и отстреливать противника который за соответствующими камнями но на своей стороне находится а можно как я прорваться вниз на поле и попытаться осуществить прорыв дальнейший по самому южному краю вот здесь вот карты ну понятно алексей но у меня сейчас абсолютно топографический кретинизм я не знаю этой карты я понял тебя я вот вижу сейчас противника цель видел противника антон ты знаешь о есть такая просьба у меня к тебе смотри ты наверное видишь точку а вот можешь сориентироваться да на точку а алексей ты только что был на точке б да да машина быстрая машина замечательная я говорю я взял т-44 принципе вот по скоростям она движется ах как как прелестно поэтому довольно приятная машина именно по ходовым качествам точно довольно таки ну хотя уступай всего на 9 ой всего на 9 километров в час уступает ей из 2 да и это конечно не т-85 т-34-85 но потому что то еще быстрее и все-таки это такое оптимальное очень соотношение скорости алексей хотел тебе сказать извини что я перебью о том что в последнем нововведении наконец-таки полноценно ведем ремонт машины и поврежденных элементов вот так вот то есть мы можем теперь ремонтировать какие-то элементы корпуса находясь прямо в бою да мы можем отремонтировать абсолютно все начиная гусеницы и заканчивая тем что там будет повреждено на мой взгляд это же просто замечательно это довольно таки неплохо я еще сокрушался о том как помню у советских машин постоянно клинирует клиника башни возникает россии заклинивает буквально если вам один меткое попадание какой-то приходится в башню и собственно до свидания можете даже сдавать машину в ангар да можно было сдавать ее на металлолом но здесь такого не происходит можно подождать за кустиком за камешком отстояться естественно в режиме rb все происходит довольно дольше но я как-то в баркадном режиме сегодня ждал пока ты подключишься на да она откатал один бой в аркаде что там если я там напихали так что ремонтировался две минуты вот так вот прям серьезно право у меня там уже еле еле живое все было у меня вообще возникал вопрос как как то что моя машина живая это почему да да каким образом так ну я теперь давай теперь мы с вами поменялись я на ИСе а ты на сорок четверке что нас то еще не успевают то есть еще не успели нас сфокусировать с противоположного конца да уже все мы уже под плотным огнем прицелу наведен только на наши танки понятно ну что ж делать придется значит значит мы не отдадим врагу да не пяде нашей карты нашей танковской земли да блин вот возникает сразу же вопрос после того как садишься за рычаги управления сорок четверки да вот один из вопросов я вижу из из да это был из да из довольно таки легкий танк плане пробиваемости не составляет труда любым снарядом вот мне интересно узнать удержит ли он фугасный снаряд но бронебойный практически не держит вообще да увы вот это вот так встать отношение к противнику сориентировать свою сложно пробиваемую лобовую плиту очень непросто чтобы она вот действительно так сказать защищала вас нет ну для этого танка ли все есть очень хорошее применение и и сильная сторона которую можно использовать это конечно же ходовые качества и маневренность дашь но для того чтобы их использовать давай разберемся в том что огневая мощь в принципе неплохая 80 миллиметровая пушка советская которая стоит даже на т-34 модификации 85 да тут стоит такая же довольно таки неплохо точно но для того чтобы пробивать таких вот стальных монстров как фердинанд например надо подходить плотную и знать куда стрелять давайте разберемся как подойти на нем плотную надо больше надо полностью ослеплять соперника чтобы он тебя не видел а это довольно таки а это довольно таки не просто сделать а нет смотри поджег 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 я его о отлично ты поджег по-моему там самого фердинанда негодяйского да 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 как раз тот самый фердинанд отлично отлично но я возьму тогда сорок четверку снова и поднесусь на ней вот ты посмотри вот вот начинается как самолет и честно парни вы играете не надо воровать фраги чужие пошло пошла жара Антон вот еще один как ты пробрался туда по по мосту или вниз скучился да через лесочек по низу я вот так вот по хитрому тут выехал понял 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 тебя мне интересно возможно ли вот сделать это там куда я сейчас еду сразу нырнуть возможно и невозможно Алексей я не знаю что там происходит у тебя но у меня здесь полный кошмар понял тебя я стремлюсь в твоем направлении да действительно есть здесь спуск резкий такой быстрый я ныряю туда пусть они все мне повредили боюсь что это боюсь что это для меня конец нет Алексей быстренько чинись я увожу свою подбитую машину поэтому у меня чиниться сейчас привод горизонтального и вертикального наведения орудия потому что повыбивали мне все здесь тут целых целых три машины сориентировала на меня свой огонь ага понятно я забыл назначить кнопку на починку поэтому боюсь ха ха боюсь что это конец ладно в этом бою я буду играть без кнопки на починку а потому что как-нибудь ее восстановлю а тебе сейчас ничего не стоит труда зайти быстренько в управлении танком назначить кнопку на починку я поставил F8 стандартную кнопку которая была да да действительно она же собственно говоря и использовалась ранее поэтому очень быстро можно все переставить потому что я успевал в самолетах когда я вылетал потом даже как-то было на тренировке на турнирной так так я вылетел на тренировке а у меня танковое управление стояло ха ха то есть можно было рычагами управлять правым и левым крылом отдельно но довольно таки неудобно было летать поэтому мне пришлось сразу же во время боя переключать управление ха 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 да сильно я вижу что точку А захватывает противник один из танков все таки добрался до туда я знаю как кого стартовать с тех позиций неудобно забираться на верхоту очень долго но если вы заедете до него практически вас скинуть оттуда уже достаточно сложно становится поэтому если уж противник рождающийся на западе забирает себе точку а дальше у него ну практически почти почти опять же на всю карту вид вот Алексей я еще не могу понять может быть у меня такие вопросы возникают почему я гораздо реже сейчас пробиваю соперников да и гораздо больше от них получаю и скорее всего у меня ответ находится сам собой потому что я мало играю в танки мне нету времени прокачаться пожалуй да пожалуй в этом есть какая-то истина потому что я сталкиваюсь с абсолютно той же самой проблемой заходя вот по часу где-то в бой на время тестов явно есть люди которые играют больше и собственно им и удается показывать этот замечательный результат а я с тобой сейчас полностью согласен мне хотя бы часик в день хватало я бы хоть что-нибудь уже прокачал вот сейчас с огромной дистанции я пробиваю по 44 там было больше 400 метров и этого хватило для того чтобы 44 мне пробить из ИСа ну Алексей независимо от всего этого у нас уже победа в бою в любом случае ну это радостно теперь надо бы так сказать воспользоваться этой победой достойно то есть заработать себе несколько очков лампочек чтобы они увеличились за счет победы ну и конечно же в последнюю секунду Фердинанд очередной Фердинанд отправляет очередной ИС на свалку вот это вот это напрягает друзья вот это немножко напрягает но как говорится у каждой техники есть свои плюсы и минусы у Фердинанда сильнейшая пушка и меня как водителя советских машин по большей части это просто у Фердинанда еще довольно таки неплохая лобовая броня кстати да кстати да так ну что ли немцы немцы да немцы давай попробуем немцев сейчас я хотя бы еще одну быстренько прокачаю экипажную ячейку а ты пока расскажи нам что ли что тут у немцев интересно потому что на них я вообще не катался на четвертом уровне так ну ладно тогда начнем ну немцы довольно таки все неплохо начнем да с медленной гибучки которая не дает покоя абсолютно практически всем советским танкам это Фердинанд точно панзер ягер тайгер очень таки неплохой 88 мм пушкой пак 43 и довольно таки неплохими летными характеристиками по полю лобовая броня у него довольно таки мощная так тут просто без вопросов 200 мм пробить довольно таки сложно пробить довольно таки сложно даже таким гигантом как ИСУ со 120 мм с 122 мм пушками поэтому довольно таки проблематично есть ягд панзер ягд пантера также присутствует пантера просто пантера танк средний так так который как он называется там пантера панзеркауф 5 да пантера понял он представлен в двух модификациях и также присутствует ну естественно куда без них это панзеркауф 6 королевские тигры да негодяйские машины совершенно не пробиваются никуда вот куда я их не стрелял никуда я их не пробивал Алексей есть один способ их пробивать но об этом я тебе расскажу немного попозже и так хорошо отлично ну что мы готовы отправляемся в бой так готовность нажимай ага есть готовность она уже стоит у меня ага это значит я не вижу а все поехали поехали 38 человек за немцев 24 человека за советский союз я помню что на третьих уровнях и на предыдущих в общем говоря итерациях теста было соотношение обратное то есть за советский союз захотелось заходить больше выходит что все таки оценивают игроки зачастую своим как говорят голосуют голосуют ногами голосуют машинами говорят что вот сейчас наверное немецкая техника сильнее чем советская ну если чисто мое такое мнение то даже в режиме РБ немцам не нравится гораздо больше угу угу ну я катался там в основном не буду кривить душой только на игрике угу что-то почему-то как-то у меня сейчас душа не лежит хотел протестировать этот танк на ровне с ним мы тестировали из 2 44 года вот теперь мне как бы больше импонирует вот я вот сейчас как раз и возьму отлично а вот мне интересно какие же закаты ну я думаю что все таки фугасы нам брать никакого смысла здесь нету пока что возьму-ка я возьму-ка я и пусть все зрители снова говорят что я неправильно произношу для меня это будет пазик 5 так алексей у меня вопрос на засыпку ты где появился за тобой на расстоянии 40 метров а все отлично теперь мы отправляемся куда по прямой или заедем на верхушку так ты взял не пазик ты взял пантеру нет поехали по прямой будем работать так как это аркада будем работать уже по наработы на тактике как мы все время это и делали сейчас подрифтуем немножко на очень крутых поворотах выйдем из-за холма встанем и будем отстреливать соперников прекрасно находясь на довольно таки безопасном для наших машин расстоянии не давая соперникам проходить к точкам захвата тут я понимаю что я как то дико совершенно обгоняю тебя по скорости да я же тебе говорю эй подожди куда ха 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 вот она вот она сила двигателя немецкого ну у нас с тобой еще разница в весе ну да пожалуй я иду на самом тяжеловесном танке представленном сейчас в немецкой линейке угу даже тяжелее чем этот злополучный фердинанд вот сказать пока не могу характеристики фердинанды вообще не просматривал надо посмотреть сколько там весит о смотрю уже тут начинают летать снаряды в разные стороны да я уже выстрелил по кому-то и вот сейчас ради интереса я нажму f8 что произойдет тебя попали? да меня попали мне что-то повредили но на самом деле пока еще не получается у меня этой кнопкой починку вызвать видимо надо дождаться нет алексей я тебя поправлю немного ты не будешь не пользоваться о стой заканчиваем таракет вражина так вражина это здорово но где же он? а все уехала так алексей давай-ка я постою ты как более резвый пройдешь по воротам через три секунды через одну секунду починка началась через а я понял он четыре секунды чинил у меня какой-то один модуль теперь еще десять секунд ему требуется на починку следующего модуля вот у меня заклинило башню и очень бы здорово отлично все теперь башню отремонтировано Она стала розовая, но она хотя бы движется. Вот об этом я говорю. Сейчас ремонт модулей возможен... Вот, кстати, я когда думал... Ой. Ой-ой-ой. Откуда главное, скажи мне, пожалуйста. Слева, справа? С холма, с холма. Прямо с холма. Да. Я сейчас тоже возьму перку. Прям помчусь тебе туда на выучку. Я когда размышлял над этим, как будет реализовано и введена вот эта функция ремонта, я думаю, может быть, после повреждения танка придется возвращаться себе на точку распауна, либо какая-то база будет. Нет, видишь? Все намного оригинальнее придумано. Да, совершенно можно, соответственно, лечиться, чиниться прямо на ходу. Ну, опять-таки, очень удобно. На мой взгляд, это очень удобно. Ну, Алексей, я тебе могу сказать, да, это очень удобно. Ну, например, у меня были такие ситуации, когда я чинил пушку, она была мне повреждена. Так. И у меня оставалось уже там буквально 5 или 6 секунд, и я просто не выдерживал до конца, и просто стрелял из поврежденной пушки, у меня опять откатывали по времени ремонт орудия. Ну, что ж поделаешь, конечно. Да, поэтому здесь терпение благодетель иногда. Это точно. Так, что у тебя там происходит? У меня происходит то, что я на своем танке обнаружил очень интересную черту его. У него прекрасные углевые склонения орудий вниз, а вот против меня стоит какой-то танк с камуфляжем красным и белым. Он отлично спрятался в траве, которая только... Вот это с камуфляжем красным и белым танк, это тот танк, который поджег меня. Вот, вот в чем дело. Ну, меня ИС подобрал. Вот, ты посмотри, а! А, это СУ-100 было. Да откуда вы? Так, что-то мы теряем, да, вы-то? Нет, Алексей, я просто сейчас заметил, что на холме собралось целых 3 штуки самоходных артиллерийских установок ТУ-100, и они контролируют полностью этот проход. Надо с этим что-то поделать. Хорошо, давай так, я беру Фердинанда, и сейчас попробую на нем выехать на холм. Правда, я рождаюсь немножко на другой точке, но это тоже плюс. Если я прорвусь мимо простреливаемой зоны, вот через нее проеду, я заберусь на противоположный холм, немножко слева фланга нашего, и постараюсь отселить их сбоку. Он сейчас тоже взял Фердинанд, сзади мне напоминает какую-то очень толстую лягушку. Это точно. Вот она. И такой люк, знаешь, как будто бы там деньги возит. Ага. Кстати, это какой-то... Я даже не знаю, чем ассоциировать Фердинанда сзади. Торчит какая-то палка впереди. Он просто какой-то квадратный весь. Просто какой-то, да. Объект изучения на уроках геометрии. О, да, это точно сказано. Не знаю, я, естественно, в школе геометрию прогуливал, мне абсолютно не нравились эти фигуры, циркуля там и всякие градусы. Вот так вот, дорогие зрители, если кто-то из вас есть, кто учится в школе, не делайте так, как делает партизан. Иначе будете... Делал партизан. Делал партизан, конечно, делал. Вот, иначе будете так же гнуть в танках, как и делает он. Нет, если вы будете сейчас посвящать на данный момент уроки геометрии, то вы поймете, что это такой угол атаки и не будет задавать лишних глупых вопросов. В будущем. Да. Как это делаю я. Геометрия как бы помогает немного. Даже в играх. Да, на самом деле, я думаю, что вот сейчас как раз геометрия должна помочь мне бы была разобраться, что вот на этот холм мне ехать на своей тяжеленной машине не стоило. А я вот сейчас тоже, Алексей, смотрю и думаю... Зачем я туда еду? Может, приехать? А вот Т-44 слева, я должен развернуться. Я должен развернуться. А, я ему ствол орудия снес, Алексей, у него не должно быть возможности открыть по тебе огонь. Здорово, но, к сожалению, он успел еще... Нет, он опять появился. Что же не за негодяйский холодок там сидит? Алексей, у меня предложение. Давай-ка спускайся с тех холмов, а то ты похож на ворону, которая упала кусочек сыра, и она пытается на ней взгромоздиться. Давай, не будешь рисковать, так как много слишком врагов. Спустишься вниз, и мы попробуем взлаем в паре захватить точку С. Давай попробуем. Сейчас я подумаю, как это сделать. Я буду прикрывать, наверное, тебя с одного из предгорий. Я Т-44 потерял из прицела. Она, видимо, заехала куда-то. Она ушла, да, она ушла. Под огня, потому что, я же говорю, повреждена была у нее... Стрелятельная часть. Да, стрелятельная... А, вот она и появилась, Т-44, она пытается пройти. Алексей, у меня проблема. У меня справа стоит 6-й панзер. Ага, это интересно. Если ты его видишь, пожалуйста, и сбачь в отнозуэлевом присутствии. Сейчас, 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 справа. Потому что я занят сейчас Су-100 танком. Слушай, но я вообще не вижу, как он... То есть он проскочил где-то, что ли, к нам, да? Насквозь? Справа. Я вообще разобраться не могу в ситуации, что происходит. Справа? Это в сторону нашей базы, правильно? Справа. Стоп, уже слева, Алексей, слева. Ах, слева. Так, Су-100. Ой, 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 как я хорошо выставился здесь. Нехорошо. Очень нехорошо. Да. К сожалению, к сожалению, мы немножко перепутались. И это, и это был конец. Ну и ладно. Сейчас пойдет тяжелый тяпник. А я понял, почему я тебе сказал справа смотреть. Я был развернут не в ту сторону и посмотрел свое право, а не свое. Все понятно. Ну, тоже небольшая беда. И, между прочим, я опять забыл выставить точку появления, поэтому я отправляюсь уже на северной точке появления в бой. А, Алексей, ничего страшного, на этой карте метод точки появления выставить нельзя. А, кстати, вот не факт. Давай проверим этот момент, потому что после выхода именно вот этого нового обновления к танковому тесту появилась возможность выбирать точки появления, например, на новой карте, да? Соответственно, возможно, выбирать на старой карте в Карелии. И, может быть, здесь тоже есть такая опция. Нету такой опции, Алексей, я уже проверял. Я проверял? Ну, вот. Потому что мне не очень нравится появляться на той точке, на которой появляются все тексты, не знаю, кому как, но почему-то я себя не в своей перелке чувствую, когда там появляются. А вот для меня, наоборот, почему-то именно эта точка более удачливой является, а на нижней меня постоянно сносит, столько мне стоит выехать из-за первого холмика. Так, я сейчас смотрю в этом бою, сейчас у нас довольно-таки ситуация складывается такая, что соперники и наша команда как бы не торопятся захватывать точки. Верно, согласен с тобой, то есть мы практически имеем одну полузахваченную точку врагом, и все. Да. Я вижу, что у тебя там не один даже, а несколько противников, да, и один стоит еще. Да, у меня здесь, да, я насобирал тут компашку веселых парней, мы с ними общаемся путем по стрелушек. По стрелушке, веселые по стрелушке, между прочим, кто-то там по тебе пострелушничает, по-моему, от моста. Никого не вижу, никого. Вот по карте там кто-то есть, вернее, он только что там был. По карте у меня здесь был только что ИС-2, который был нещадно мною подбит. Вот в чем дело. Ну, видимо, видимо, он-то и подразумевался картой. Мы начинаем проигрывать. Так, ага, готов, красавчик. Ой, я ошибся. Готов ты не красавчик, или красавчик ты не готов. Подробности слушайте в дальнейших. Ай-яй-яй-яй-яй, Алексей, спасай! Не могу, не могу, Антон. У меня такая дистанция до тебя, что зашатаешься. Все, я понял. Буду сам решать свои проблемы. К сожалению, вот в данный момент я ничем тебе помочь не способен. Я, конечно, пытаюсь назад отхотиться от своего столкновения. Все, подожжен. Есть, ИС получил по командиру в башенку. Командирскую-то. Этого ИСа можешь не трогать, он уже горит, Алексей. А, ну я не... Нет, это другой. Тут у меня другой ИС. Ту-100. Ту-100. Не понимаю, как это произошло. Нам придется, наверное, его тоже покатать чуть-чуть. Вот насколько же сильнее бьют орудия немецкой техники, что на ИСе практически вся зона выглядит зеленой, когда ты наводишься на него. С Королевского Тигра. Я правильно назвал эту машину, да? Вот эту ПЗ-6? В принципе, да. Вот. Так вот, абсолютно полностью... Почти весь лоб у него зеленый. Ладно, я высадился на той же точке, на которой обычно появляешься ты. Я вижу, что ты где-то в 10 метрах от меня, в сотне. Да, ведем тут борьбу. Откровенно говоря, не совсем понятна мне вот логика действий, которые требуются для победы на четвертых уровнях, потому что как-то уж сильно они отличаются от того, к чему я привык. Я привык по большей части к танкам низких каких-то уровней, да, за прошлые бои. Поэтому теперь я вообще перестал кого-либо убивать, но, собственно, это не мешает мне просто покатываться на этих танках и демонстрировать все их красоты. Ну да, Алексей, я же хочу еще раз тебе сказать, да, что вот мы сейчас имеем возможность кататься на танках четвертой эры. Так. А это как самолеты, прокачиваются очень долго. Если в тот момент, когда были танки там третьей эры, второй, первой, мы катались, все хорошо, мы прокачивались довольно-таки быстро. Достаточно. Да, достаточно быстро. Мы с тобой за один вечер могли прокачивать полностью всю линейку танков. То есть здесь уже все, зависит от того, что танки уже не такие простые. Да, да, тут уже все совсем не так просто. И вот с первого выстрела мне какой-то, а, в общем-то, такой же, как и я, ПЗ-6 поджигает насквозь двигатель. Не везет, не везет мне с двигателями. Какие-то поставили мне двигатели, смазанные спиртом, наверное. Прокованные, да? Прокованные, да. Ну ладно, у меня еще осталось несколько машин. Я четвертую машину теряю. Так, у меня еще остается Ягд Панцер и очередной ПЗ-5. На этот раз я возьму Ягд Панцера, посмотрим... О, прошу прощения, Ягд Пантеру. И посмотрим, что же эта машина может делать. В принципе, выглядит достаточно сурово. Такой наклонный, наклонная плита у нее спереди. Алексей, что-то мне тоже в этом бою сегодня не везет. Не очень, да? Абсолютно. Да, аркадные бои вот стали на четвертых уровнях специфичными настолько, что к ним надо привыкать уж конкретно. Но зато если вы умеете играть, то посмотрим просто на список. Да нет, просто разработчики нас перебрасывают довольно-таки быстро, да? Успеть протестировать технику всех R. И в принципе, очень быстро все это смена техники происходит, к чему мы не привыкли. Точно, 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 точно. Даже были такие моменты, что техника с прошлых обновлений у меня уходила так и не прокачанная вообще. Было такое дело? Было. Особенно какие-нибудь танки, которые тебе по духу не очень нравятся, и ты на них мало катаешься, совершенно точно практически не прокачивались. То ли дело будет, когда на уже открытый сервер выйдут танки, там уж можно будет посвящать этому гораздо больше времени и прокачивать полностью. Но опять-таки, если вы желаете играть в танковую часть. Хотя, по крайней мере, попробовать, я думаю, стоит. То, что развлечение сильно отличается от самолетов. Ну, те, кто найдут себя в танках, те найдут. Те, кто не найдут, видимо, продолжат летать уже на самолетах. Кажется, на концов и та, и другая ипостаси игрока. Они важны, например, будут в таких вещах, как межпокалы, бои на всемирной карте, которые разработчики тоже обещают вести. Будем ждать, будем смотреть, а пока просто тренироваться на вот этом закрытом тестировании. Чудесным чудом, меня несколькими снарядами не убивают, в отличие от всех остальных своих машин, и я продолжаю еще движение вперед. Так, ну, Алексей, я смотрю, у нас бой складывается в нашу пользу, да, скоро будет у нас поражение, как мы могли. И я предлагаю еще раз на немцах съездить. Ну что ж, давай еще разок съездим на немцах, конечно. Надо поднажать! Враг побеждает! А вот, 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 ну, вот посмотрите, ну, вот, где в мире справедливость, а? Ты выехал, и там их сразу трое, по-моему, да? Или двое. Нет, у меня еще раз украли фраг. Ах ты, ах ты! Антон, я даже не знаю, чем я могу здесь тебе помочь. В принципе, мне заезжать туда достаточно долго. Давай я попробую. Нет, я уже ничего не попробую. Меня снова подожгли. На! Во! Смотри, как я бой закончил, Алексей. Давай посмотрим. Что там было? Я не успел посмотреть. А я вот уже под занавес этой карты уже, перед тем, как выйти. И вот за долю секунды до этого я делаю выстрел. Последнего, последнего забрал. Да, забираю последнего. Ну что, вот, пожалуйста, дорогие зрители, вы видите, сколько гусениц у меня прокачано. То есть, вот так вот до угла придется качаться, если будете играть так же плохо, как я. В любом случае, я готов продолжать. Так, сейчас, Алексей, я посчитаю своих стальных коней. Да, конечно. Ну, а у меня есть время пока еще закупить себе немножко голды. И... Да, да. Прикупить чуть-чуть. Прикупиться, прикупиться. Вот, и начать улучшение своего очередного экипажа. На этот раз я буду улучшать экипажа для ПЗ-6, для Королевского Тигра. Стрелок-радист, последний, кого в очереди у меня на улучшение стоит. Все, всех я развил. Антон. Да, сейчас, Алексей, я тут просто... Я тогда буду продолжать. Ну, друзья, мои ощущения от немецкой ветки. Действительно, пробивные орудия. И вы наблюдали, выстрелы мои практически всегда наносили какие-то криты, как минимум, вражеским машинам зачастую, и просто убивали, вот как было против ИСа. К сожалению, я только один убийственный выстрел смог нанести. Но по сравнению с советскими орудиями, которые, когда вы попадаете по врагу, вы не критуете ему что-то, а чаще всего вам просто дают попадание. Что это за попадание? Наверное, размягчаете постепенно броню. Но как такового выхлопа от этого вы, ну, почти не имеете. Поэтому, само собой, ощущение от стрельбы на немецких танках, оно как-то приятное. Ну, Алексей, я хочу сказать еще то, что я, вот мы сейчас играли только что на немца, заметил одну такую особенность любого танка. Они теперь горят гораздо дольше. Когда ты поджигаешь танк, я заметил, что некоторые танки успевали даже сделать до двух выстрелов после того, как их подожгли. Пожалуй, согласен с тобой, да, да, есть такое дело, есть такой момент. Ну, это, скорее всего, связано с тем, что, может быть, в игре в скором времени будут введены огнетушители? Ну, как знать, как знать. Ну, если это так, то, в принципе, это забавно будет на уведение. Продлит жизнь машинам. Опять-таки, вот в одном ключе будет идти с возможностью починки критических повреждений на танках. Логично. Ну, с точки зрения того, как это отразится на непосредственно игровом процессе, мы увидим в дальнейшем. Но в целом, в целом, то, когда вас поджигают и вы не можете потухнуть, конечно, это довольно печальное ощущение. Сидеть в этом, в этой коробке. И с той стороны монитора наблюдай, как медленно-медленно ты превращаешь, вот там превращается в шашлык. Да, 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 да. Вот эта вот заменитая шаурмятня, которую мы обсуждаем уже практически с первого нашего видео, наверное, да. Вот она теперь распространяется чуть медленнее, чем раньше. Хотя, Алексей, я так понял, есть довольно-таки удобное применение горящему танку, если можно так назвать, да, и едущий их. Мангал, можно разогнаться со всего хода, если у тебя еще рабочий движок, а ты уже говоришь и понимаешь, что вот-вот уже вскоре отправятся все на переплавку, и твои катки будут собирать по всему полю боя. Можно с собой забрать пару врагов, просто подъехать к ним вплотную и рванув рядом с ними. Точно, точно, совершенно с тобой согласен. Это отличный, отличный выход из положения, казалось бы, безвыходного. Не уверен, что тебе таким образом засчитают этих игроков как фраги, эти машины, но, тем не менее, ты какую-то пользу команде принесешь. Нет, Алексей, я думаю, что засчитают, потому что ты, скорее всего, тоже не раз наблюдал ситуацию. Когда рядом стоит горящий танк, или ты горишь, или союзник горит, он взрывается, и взрываешься рядом с ним, почему-то ты тоже. И тебе минус сразу, и вот эта вот строчка, и минус, там столько-то за убийство союзника. Есть такое, да, было. Вот этот момент я уже что-то пропустил. Но вот, пожалуй, раз так, то действительно можно даже зарабатывать на этом очки. Да, и невольно задаешься вопросом, да я же его не трогал, я просто рядом с ним взорвался. Да, 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 да. Эта проблема никого не интересует. Проблема есть, и шрифы не волнуют. Штаб, да, штаб, это такие мелочи не волнуют. Да, ну, так, все, готовы в бой? Относно. Поехали. В Аркаде еще прокатимся, и перейдем в режим РБ. Ну, в РБ уж, я надеюсь, мы перейдем на советские машины. Да, перейдем на советских машинах, потому что там возникают вопросы чуть ли не на каждом метре карты. Ну, вот я со своей стороны точно буду на 44-ке. Большую часть ездить и, наверное, на ИСе поезжу. Вот опять-таки, который из 44-го года. Хорошие машины, приятные. Вот из 44-го, да, я с тобой не поспорю. Вот по поводу 44-ки, я еще в режиме РБ, представь себе, ни одного танка не уничтожил, катаясь на 44-м. Вот, интересно, интересно. Я так вот не вспомню сходу. Вроде бы, все-таки мне удавалось и уничтожать, и, опять-таки, благодаря ее маневренности и высокой скорости проходить опасные участки, пробираться к врагу в тыл. Но, тут есть одно но. Если бы исторические карты на данный момент действовали так, как они действуют сейчас на продакшн-сервере, в, скажем так, в любые бои, то есть вы посессионно заходите, у вас набралось там 4 на 4 человека, 8 на 8, неважно. Бой заканчивается, как только все, вот, восшедшие в самом начале проигрывают. Но, у нас здесь другая немножко картина, когда противник уничтожает часть вашей техники, на место этих уничтоженных бойцов заходят новые, то есть карта практически не закрывается. Вы играете на одной и той же карте, просто новые силы подтягиваются, старые силы уходят, разрушаются и так далее. Это классное нововведение, мне действительно оно нравится, вот, как сама идея, но... Нет, как сама идея, это, скорее всего, только на ЗБТ, потому что тогда будет, ОБТ, да, будут все равно выбрасывать игроков, которые уже не могут принимать участие, да, и новые заходить не будут. Да, но вот сейчас... То есть его отслеживанием ситуации в тылу и так далее. То есть, какие-то вот нюансы такие интересные в этом все-таки существуют. Но, опять-таки, не до бесконечности. Карты, они существуют для того, чтобы можно было на них выполнить какую-то боевую миссию. Если вы эту миссию выполняете, возможно, они должны были бы сделать что-то такое. Знаешь, когда боевая миссия выполнена на карте, тогда весь бой заканчивается. Да, но, собственно, самим, самой смертью всех игроков сражение не оканчивается, опять-таки, потому что уже можно довести, ну, вот, может быть, как-то так это. Посмотрим. О, откуда самолет на этой карте? Самолет, да, да. Ну, пока это бот еще, но на эту карту можно зайти на самолетах. Алексей, это не бот. Это не бот? Серьезно? Посмотри, это не бот. Да, это же не бот. Ну, прекрасно. Я на эту карту действительно заходил на самолетах самостоятельно. Отлетался. Отлетался. Красиво он не вписался в мостовую. Вот что значит пытаться сделать промышлую пилотажа, не обладая для этого достаточными навыками. Так, ну, а я, собственно говоря, потерял свою первую машину. Именно того неубиваемого, казалось бы, Фердинанда. Меня с первого залпа убивают. Вот я тоже имел неосторожность высунуть твое стальное лицо под мостовой. И тут же получил. Ну, я поеду тогда чуть-чуть повыше. Нет, Алексей, поехали туда же. Мы знаем, где находятся два танка соперника. Постараемся. Да, мы поедем туда, но на этот раз я не буду так промечиво рваться вниз. Я заеду сейчас туда же, где вот сейчас зрители видят, стоит ИС второй. И еще один ИС второй. Вот, за камушки. И отсюда, наверное, отработаю по врагу. Я тебя обойду немножко с другой стороны. Попробую все-таки проехать по этому парку с деревцами, что ли. Давай, давай. Внизу, да, который? Да, да. Вот по этой площадке. Так, вот я слева вижу Хеншель. Он находится достаточно далеко, но что с ним отсюда делать, мне непонятно. Да, до сих пор стоят на той же самой позиции танки. Сперника. Вот я сейчас. Вот я сейчас, да, я даже затормозить не успел. Вот тебе и сейчас. То есть там за камнями, да? Наверху. Да нет, там довольно-таки неплохо копался ИС-2. Сейчас ничего, кроме нецезуршины, на ум не приходит. Ну что, я тогда поехал по южному краю карты проезжать. Пока точка... Он, Алексей, он там стоит на той точке Б, там вот этот мост есть. И вот он под мостом стоит, как и отстреливает. Довольно-таки выгодную позицию игрок занял. Прямо под мостом, да? Да, похвально ему, да. Он контролирует два пространства. У него защищена корма и лобовая часть танка. Борта открыты, но борта он прикрывает тем, что успевает крутить пушкой и влево, и вправо. Ну, сейчас я пойду зайду ему в тыл в таком случае. По-моему, на поле нет ни одного танка противника. Наш И-15 разведывает там, тоже, соответственно, сообщает, что противников там нет. Ох, машина, машина горит, стоит самолет, воткнувшийся в землю. Замечательно, что они стали оставлять остога хотя бы самолетов. Так ты посмотри, а! Он же тебя сделал, да? Опять он! Нет, все, теперь я буду немножко умнее. Все, его я поджег. Теперь пора отправляться с разворотом налево и быстрее, 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 попытаться снять вот этого ПЗ-6. А куда ему-то стрелять? Какой танк? ПЗ-6? Такой же, как... Такой же, как у меня? Нет, нет. Не такой же, как у меня. Собственно, королевский. И я горю, но я не могу подобраться через... Все, взорвался и никого не повредил. Где у меня стоял маленький каменный заборчик, я так хотел доехать до него и принести ему этот самоубийственный подарок, но не удалось. Вы и войсказы захватили точку. Таль, очень жаль. Я сейчас пытаюсь... О! Вот это неплохо я дал. Удалось повредить противнику? Нет, удалось уничтожить противника. Сейчас стоит Фердинанд и посмотрим... Нет, все-таки не хватает, да, у Пантеры мощности огня. Тем более на расстоянии в 700 метров. И кто, откуда, как, почему и зачем вообще? Что я вам сделал, люди? Что ж вы такие злые-то сегодня, а? Да, вот-вот-вот. Какие же мысли у меня рождались, когда я играл на четвертых уровнях предыдущих несколько раз. Но, честное слово, перейдя из аркады в реалистичные бои, я почувствовал, что все намного лучше, чем я ожидал. Потому что именно в реалистичных боях у противника уже нету преимуществ вот этого светофора, да? Плюс нету преимуществ наличия автоматического просчета дистанции до врага. Соответственно, скил, как говорят, решает. Да, там ты уже рассчитываешь только на себя, как ты сможешь навести оружие, произвести пристрелку, либо убить с первого попадания, если довольно-таки хорошо. Наводишь орудие своего танка. Точно, точно, точно. Как говорят, свертуха так пробил. Да. Так, в этот момент я поджигаю финанда, так как стоял он очень удобно. Это тот, который папа, папа некий? Да, а я не запомнил Николик, но мы это вот тут такие идут. Все, сгорел, да, это именно он был. Замечательно, в таком случае, я кажется, могу продолжить спуск вниз. Поеду-ка я туда, ближе к точке, в камне. Вот это очень интересный участок под красным мостом. Я редко до него добираюсь, но он, честно говоря, мне очень нравится. Здесь действительно интересно играть на каких-нибудь средних танках, да и тяжелых тоже. Здесь можно спрятаться от вражеских... Спрятался? А, спрятался. Спрятался, я старательно это выполнил. Но, собственно, вот о чем я и сказал. Пожалуйста, враг смог укрыться. Так, Алексей, сообщи-ка мне такую важную информацию. Откуда прилетела тебе вот эта смертоносная подача? От тебя будет слева большой массив камня. Да. И там есть прямо сразу, у первого к тебе края, налево, будет небольшое препятствие. Вот за этим препятствием он и находится. То есть он... Теперь я понял, где это. Вот именно там он и находился. А я смотрю, камни, камни. Он так хитро хлоп выехал и все. Я даже чихнуть, честно говоря, не успел. Ладно, будем знать. Ну вот, пожалуйста, с близких дистанций ИС только так, только так наворачивает фраги. Ну, потому что, Алексей, напомним, да, зрителям, что у ИСа стоит 120-миллиметровое орудие. 120 миллиметров. Ё-моё. Да-да-да. Это то же самое, которое, помнишь, было на нашем любимом КВ-2. Да, да, да. Это же огромное вот это... Ну, только на КВ-2 она была гаубицей, а здесь полноценное такое... Да, а здесь, ну да, здесь оно уже танковое орудие, но... Это ничего, по-моему, не меняет. Да, все еще можно точно так же храбро и смело уничтожать врага, не боясь, что он ответит вам чем-то. Но, опять-таки, с близкой дистанции сомнительно. И тех фугасов, которые были доступны, по-моему, на КВ, здесь уже нам нельзя взять на ИСа. Не оправдан? Да, конечно. И у ИСа я просматривал вот эти фугасные снаряды. У него гораздо меньше вес в тротивовом эквиваленте. Если у нашего КВ-2 вес снаряда был взрывного элемента 49 кг, то здесь 25 кг. Точно, точно, точно. Соответственно, что есть, то есть. О, ты посмотри, ты посмотри на... А, ты там находишься, да? Да, я здесь нахожусь. Сколько у нас там бедного ИСа зажали в камнях? Нас просто очень, очень много. Мы делаем по нему, проводим по нему попадания. Вот почему ИС не всегда живет столько, сколько живет непосредственно этот ИС. Ведь действительно просто чудо. Смотрите, ну вот все, все, практически вся наша команда собралась, чтобы разобраться с этим негодяем, который, ну, действительно, убивал здесь целую... А негодяй довольно-таки умный, Алексей. Он занял очень хорошую позицию при прикрытии камнями, да? Верно. И огневая точка у него была просто шикарно. Если бы он еще перезаряжался, как пулемет, было бы вообще. Верно, верно. И ведь главное, все летели на точку, попытаться взять точку себе, да? Видят, что она не занята и там врагом захвачена. Стремились, не замечая, что творится по сторонам и пожалуйста. Так, вижу, что... А, я в это время подожжен, быстро попытаемся. Где? Где он находится? Я прямо за тобой нахожусь, я. Разрушенный мост, въезд с их базы. Понял, понял. Все. Ага, уничтожил тебя другой. Кто-то украл тебя. Алексей, там ИС рядом еще. Еще ИС находится второй. Ну надо же, а. Метров, наверное, на пятьдесят. Что же это за счастье-то такое? Так. Друг мой, союзник, не выезжай, пожалуйста, вперед меня. Что ж ты делаешь, дружище? Ну вот. Вместо того, чтобы послушать у меня, он загорелся. И это делает ситуацию еще веселее. Убиваю командира ИСУ. Теперь, теперь этот Папа. Папа получает вот башенку, я надеюсь, как только у меня перезарядится. Нет. Убрие камень. Все, Папу тоже убивают. Остался только ИС за камнем. Очередной ИС за камнем, это просто беда, если честно. Вот бы его на густую поставить. Чтобы он там так играл. Так и остался? Да, так и остался. Так, Алексей, я бы с удовольствием, я бы составил там кампанию, но еду, все. Потому что крутился со мной только что 44-й, не хотел выезжать, мало ли. Эти-то проблемы у меня... Верно, верно. Так. Теперь выстрел из СУ-122. Я даже не успеваю, не успеваю дать по нему... Сводится он быстрее и убивает меня. Ну, видите, как говорится, не нравится вам, нет. Ветка, не ездите на ней. Вот мне, в принципе, не очень приятная немецкая ветка, и ничего сделать я на ней не могу. Хотя, конечно, по ощущениям, машины здесь очень сильные. И если на них привыкнуть, можно вполне себе удачно кататься. Ну что ж, мы сейчас показали, продемонстрировали, что может делать немецкая ветка. К сожалению, прям вот всю ее мощь на данный момент показать не удалось. Ну, я думаю, возвращаемся мы теперь уже на советы. Да, возвращаемся на советские танки. Я беру ИС-2 образца 44-го года. Ну, а я возьму... А хотя давай возьму тоже ИС-2. Что-то у меня вроде бы он плюс-минус прокачан, нет? Выставляю реалистичные бои, и мы с тобой отправляемся покорять. Отправляемся. Готов. А все-таки я возьму 44-ку, потому что для 44-ки у меня есть несколько интересных боеприпасов. Ну, сейчас будем смотреть, как будет развиваться событие. Возможно, мы отыграем один бой, возможно, целых два. Да, это уже как пойдет. Да, зависит от того, как пойдет. Карелия... Примнимо, потому что через полчаса будет закрытие сервера. Точно, точно. То есть даже меньше, чем полчаса. У нас осталось минут где-то 20. Так что давайте смотреть, что же мы можем здесь такого интересного показать. На какую точку отправляемся? Алексей, я немножко не уследил за этим моментом и появился... На точке 1? Да, 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 на точке... 1, потому что хотел... Нет, не на точке 1, на точке 2. Хотел появиться на точке 1 для того, чтобы постоять. Что ж ты сказал, что ты появился на точке 1? О, да, да. Да я ж давно не играл, говорю, забывал уже все. Старость и радость. Да, 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 не говори. Ладно, ничего страшного. Поехали. Поехали на точку C. С двух сторон ее попробуем поджать. Теперь, благодаря тому, что мы появляемся, опять-таки напомню, таким крест-накрест, а не с одной стороны, да, не с юга и с севера, у нас есть... Да, и именно благодаря этому геймплей игры на этой карте довольно-таки измененный. Точно, точно. И как он тебе, кстати, по ощущениям? Довольно-таки неплохой. Нету такого, что здесь, если играть, вот, например, когда уже будут полки, да, командная игра будет идти, то довольно-таки очень неплохие командные тактические решения можно применять на этой... при таком раскладе на карте. Полностью согласен, полностью согласен. Вот этого стоялого уже нету, которое тут, в принципе, наблюдалось, да? Тут всегда было плюс-минус динамичный, но стоялого было. А теперь вот разработчикам удалось найти элегантное решение этой проблемы. Тем более с такими размерами стволов стоялого было бы еще больше здесь, если бы параллельные точки появления были. Точно, точно. Так, Алексей, я сейчас уже буду подходить на поворот, просматривать врагов. Очень странно, что ко мне навстречу в этот лесок, на дорогу на эту, по которой, скорее всего, шагала красная шапочка и встретила волка. Антон, какие-то ударные звуки происходят? Может, кто-то рядом у тебя что-то делает? Нет, вообще ничего. Проскакивает, ну, странно, ладно. Собственно говоря, сейчас я выезжаю на точку С. Так, Алексей, туда проехал Фердинанд, так что будь аккуратен. Понял тебя, понял. И я сейчас замечаю на карте каким-то образом, сзади меня на горах танк торкается вражеский. Ну, что бы он там делал? Я не успел даже на спуск нажать. Фердинанд был, да? Да, да. Вот я же тебе сказал, что это он идет. А вот интересное нововведение. По-моему, мне сейчас дадут появиться еще раз в бою. Да. Несмотря на то, что это реалистичный бой, я выбрал сорок четверку. У сорок четверки доступны две штуки. И мне вот так же можно будет теперь зайти. Я снова захожу в бой. Так что, у меня вторая попытка. Да, на средних танках-то есть такая возможность. Здорово, здорово. Так, ну что ж, я отправляюсь тогда. Сейчас. Так, Алексей, я был очень рад тебе признать, если бы ты спешку по какой-нибудь показал, потому что я запер. Что ты делал? А, приехать как-нибудь туда к тебе побыстрее, ты имеешь в виду? Да, потому что я запер. Понял тебя. Так, ну что, я тогда ускоряюсь. Алексей, не торопись, я забрал, поэтому больше не запер. У меня есть тут... Тем не менее, справа от тебя Фердинанд, как ты правильно заметил. Он захватывает точку С, почти ее взял. Когда он ее заберет, у него будет все время на свете, чтобы на тебе сосредоточиться. Ты! Вот это у нас артиллерия еще стала работать. Ты прикинь, Леха? Ого! Только что получил рядом с собой разрывы артиллерийских снарядов, и при этом меня не предупредили, что мой квадрат будет нанесен. Ммм, стар. То есть ты считаешь, что это сработала ПВО, вернее, артиллерия, вот? Да. Это интересно, это интересно. Так, вижу, вижу, где Фердинанд находится. Он меня не видит, и у меня есть отличная возможность, кажется, подобраться к нему. Есть, вот оно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Все, перезарядка. Поткнулся на меня, да. Все, мой бой закончен на этом. Эх. Не, ну здесь Алексей, я один противостоял четырем соперникам, это было нереально. И все, причем на королевских. О-о-о-о! Перезарядка. Очень тяжело. Да, тогда действительно. Ой-ой-ой-ой, я поехал не туда. Сейчас чуть не свалился во враг, в котором ждала бы меня явная смерть, или поломка каких-то модулей, или просто перевернулся бы. Хорошо, Фердинанду я успел залепить снаряд в спину, что повредило ему командира, повредило ему еще какой-то модуль, по-моему. Алексей, скажи мне, у тебя на 44-ке снаряды уже прокачаны? Точно, точно. У меня удалось за предыдущие несколько раз, когда я играл на 4-ом уровне, прокачать снаряды, взять вот эти остроконечные коморные. Ага, понятно. Ну, просто у меня не прокачано, и поэтому я на нем вообще ничего, практически ничего не могу делать. Да, да, пожалуй, не так просто, как на стоковых снарядах, особенно вот против этих монстров немецких. Да, это реально, это действительно очень сложно, на нем вот что-то делать. Ну что ж, я сейчас подъехал снова на точку С, рядом меня поддерживает еще один ИС наш, 44-го года. Попытаюсь я захватить, не знаю уж, есть ли кто-то из противников, непосредственно в близости. Сейчас я выйду. Да, едет у нас пятерка. Пятерку можно ударить в борт. Есть! Пробил? Да, командиры боевых вкладка пробиты. Я надеюсь на быструю перезарядку, отличительную черту этого танка. Еще один залп. На этот раз боевых вкладка уничтожена, и... То есть первым выставом мне удалось пробиться сквозь... сквозь щиток. Вот. Ну и на втором выставом просто уже забрать врага. Хорошо, я продолжаю стоять на точке С, и теперь мы владеем двумя А и Б. А я остался захватить только эту. Да, я смотрю, тебе помогает ИС второй, да, еще? Да, да, вот он конкретно меня поддерживает. Я думаю, что после взятия этой точки, в принципе, можно мне будет спокойненько выйти из боя, и нам быстренько перезайти в следующее сражение, потому что принципиального сделать ничего я здесь не смогу. Дополнительно, как бы, единственное, что получим сейчас очки за захват точки. Вот, а самостоятельно... Это если еще получим. А, нет, это ИС-2. Я уже испугался, думаю, кто же это... Это кто, это кто? В теремочек ко мне едет. Все, я захватил точку, выхожу из машины. Зачем, Алексей? Продолжил бой до конца уже, одержали бы победу. Да. Хорошо, хорошо, давай, я тогда продолжаю бой. Теперь наша задача защищать точку. У противника осталось две машины. В отличие, опять же, от аркады, где можно было ждать появления их со стороны респауна своего, здесь такого нету, а здесь нужно их искать. Подозреваю, что один из них может оказаться рядом с каньоном, да, вот с ущельем. Да, скорее всего. Где же находится второй? Сложно сказать. Так, ну, точки не захватываются. Посмотри на карту, определи, не ведет ли, или вообще ведет ли огонь кто-нибудь из своих союзников? Невозможно визуально сейчас определить. Да, это сложно, сложно сказать. Вроде бы нет. Вроде бы тишина, хотя какие-то звуки, раскатки звука я откуда-то собрал, слышал. По-моему, кто-то стреляет по ПВО. Вот этому стационарному. А, ну да, это был СУ-100, ему больше делать же нечего. Так, ну, вряд ли они будут на точке Б. Тебе, видимо, надо все подбираться туда на точку А, потому что с точки появления вот той. Да, попробуй. То есть в центре, да, ты имеешь в виду? Да, с тех высоких гор. Да, давай, наверное, так я и сделаю. Сейчас я... Да, я вижу какие-то дымы, вернее, пыль поднялась. Лоун Вулф. Но Лоун Вулф просто продолжает отстреливать оттуда. Я понял, ПВО ни о чем не говорит пыль. Хорошо, сейчас я попробую, как Т-44 забирается на холмике. Ну, не так уж. Не то, чтобы очень бодро, да? Да, не очень бодро, но для остальных танков этой эры довольно-таки бодро. Точно, точно. Я помню, я сюда залазил на Королевском Тигре, ну, наверное, минуты 4, это точно. Да уж. В час по чайной ложке так. Но я думаю, что, наверное, с 34-го, 85-го года все-таки побыстрее бы сюда забиралось. Ну, она и полегче, потому что наш у нее совершенно другое уже. Да, да, тоже верно. Ну что, вот он момент истины. Сейчас я еду к точке, где может находиться противник. Смотри, Мегакуи уничтожен игроком Сай. Да, интересно. Это происходило у них с тычкой? Понятно. Плохо, что не заметили мы этого момента. Да как тут заметишь, как говорится. Ну, я подозреваю все-таки, что я прав, и что они находятся где-то здесь, на ущелье. Будем надеяться, Алексей. Мне кажется, они находятся с левой стороны этого ущелья. Ну, хотя сейчас... То есть они уже у нас, грубо говоря, дома, но там, в принципе, ты знаешь, стоят наши танки, я не думаю, что они могли туда успеть прорваться. Понятно. Ну, у меня такое ощущение, что, как бы, это сложно было пореализовать. Они должны были так скрытно-скрытно где-то проползти. Мне, Алексей, кажется, что в этой части карты абсолютно никого нет. Мне кажется, знаешь, где они остались? Где точку цех захватывал? Только куда поближе к их точке появления. То есть они дома сидят и отстреливаются оттуда? Ну, потому что я там вел бой с четырьмя противниками и просто проверял из-за того, что мне не хватало скорости педезарядки. Ага. Да, судя по тому, что сейчас стягиваются машины туда. Я думаю, Антон, в таком случае я сейчас еще проверю вот здесь, вот есть ли кто-то или нет. Но если здесь никого нет, то я однозначно выйду из боя, потому что уже никакого смысла мне здесь просто кататься нету. Ну, Алексей, это на твое усмотрение. Да, быстрее тогда я начну бой. Да, да, я думаю, просто покажем уже интереснее новое сражение. Так, тогда возвращаемся в ангар. Да, возвращаемся в ангар. Я быстренько ставлю готовность, снова беру сорок четверку. Я, наверное, с тобой пойду на сорок четверки, да, потому что тоже ее прокачивать надо. И опять же, возможность взять два раза, это плюс. Довольно-таки большой плюс. Так, Т-44. Так, ты нажал готовность, да? Сейчас, сейчас, сейчас. Только-только вышел из боя, готов. Поехали. Поехали. Да, на Т-44 для того, чтобы ввести огонь на поражение, надо подходить довольно-таки плотно к врагу. Алексей, у меня сейчас предложение появиться на точке 1 и пройти по лесу. Отлично, давай так и поступим. В боем, я думаю, мы там больше сможем сделать, чем я один в прошлом бою. Ну, ты имеешь в виду тогда на точке 2, да? На какой? На нижней точке или на верхней? На нижней. На нижней. То есть по тексту нижней? Да, по нижней. Хорошо, хорошо, давай отправляйтесь туда. Давай попробуем по лесу, давай это, так сказать, то, что мы пытались сделать еще в первых видео. Первая вот эта тактика была заезд на по лесной дорожке. У нас тогда не было режима РБ, мы тогда откатали аркады, гнули, нагибали, показывали скиллы всякие. Сейчас все изменилось. Теперь все изменилось, вдруг. Непонятным образом. Ну что, я должен сказать, что здесь нас будут ожидать, конечно, серьезные какие-то противники с хорошими стволами. Будем надеяться, что сейчас из-за того поворота впереди никто не выйдет. Успеем благополучно до него добраться. Да, вот я только на это остается нам рассчитывать. Хотя, опять-таки, вы видите, дорогие зрители, что скорость набирается в меру быстро. Вот уже 40 км в час, ну, учитывая, что мы спустились вниз с холма. Да, ну, учитывая все это, средняя скорость хода у Т-44 составляет от 30 до 38 км в час, в зависимости от местности. И это еще, учитывая, так сказать, не до конца прокаченные, наверное, наши двигатели. Да, я согласен с тобой. Пантера! Алексей, пантера! Вижу пантеру. Попал, я ему что-то там выбил. Давай. Давай. Ну, он, пожалуйста, просто попал. Так, давай. Ты сейчас назад не подай, только случайно. Я буду тебя покрыть. А, нет, я, наверное, сейчас погибну. Водитель контуры! Прикольно. Я не заметил, что он мне сбил горизонтальный привод. Я понял тебя. Так, давай, ты не торопись, я сейчас появляюсь на той же точке, очень быстро я тут к тебе, я забыл, что у меня второй танк есть. Нет, 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 тут уже ко мне особо ехать смысла нету. Я сбил механика-водителя Яхт-Панциру, Пантери сбил, что ему, сбил командира. Но все равно стоит ехать к тебе, оказывать поддержку. Яхт-Панцир горит. Как же хорошо, что он не догадался ехать ко мне. Нет, он догадался ехать ко мне. Уйди отсюда, чумной, уйди. Фу, фу. Плохой Яхт-Панцир. Брысь. Надо успеть уехать, пока он не взорвался. Быстрее, быстрее, быстрее. Есть же. Заряжающий поврежден. У врага? Отлично. Просили к зуму. Теперь я прячусь от Фердинанта за Хеншелем. Может, не знаю, кто из них приятнее, но получать одного и от другого одновременно мне точно не хочется. Поэтому я сейчас стараюсь выполнить такой типичный боевой маневр и поставить противников на одну линию. Алексей, я подъезжаю уже к тебе. Сейчас появлюсь. Снаряд не нанес повреждений. Как же так? Как же не нанес? Ну как же, что не нанес? Ну а? И все. Друзья, вы видели. Фердинанта одним выстрелом все-таки пробивает меня насквозь. Что тут поделаешь? Было бы хорошо, если бы ты сказал, где он находился в это время. О, и некий игрок, никнейм заканчивающийся на 1980, пишет, что 44-ка overpowered. Ну, вы все видели сами. Ой. Ян, это довольно-таки малый. Так, Алексей, тут уже на выручку Фердинанту подошел еще королевский тигр. Да, их там двое, я с двумя сражался. Что-то надо делать. Они меня зажали. Я бегу к тебе, сейчас посмотрим. Если мне удастся успеть, возможно, мы их размотаем просто, так сказать, раскручим. Не могу никак. Да что такое? Фердинанд был в такой позиции, я его мог просто разнести. Не, не могу, Алексей, сейчас будет мне... Так, держись, держись, держись. Сейчас я попробую вообще... Да нет, это все. ...рисково. Держись, еще есть несколько секунд. Попробую сейчас спрыгнуть на них прямо сверху, с холма. Да, к сожалению, не успеваю, я уже к тебе подоспетил. Еще один огромнейший минус танка Т-44. У него в минус башня, ой, пушка по вертикали, но вообще не ходит. Да, 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 это так. Я привлек внимание врагов. Они сейчас заинтересованы... Не нравится мне Т-44, вообще, ну никак. Я не могу к нему привыкнуть, к этому танку. Не то, что привыкнуть, я вообще не могу на нем ездить. Так, один, кто-то из них, КД, как говорится. О, оба КД. Вот это молодцы, друзья. Смотри, к ним там болит. Не повреждена. Давайте еще поиграем в эту игру. Отлично, не пробил. Теперь второй. Ой, пожалуйста, выполняем то же самое. Не пробил. Агент пробил. Водитель потерял сознание у меня. Ну, вот вы все наблюдаете, друзья. Сверху атакую, казалось бы. Но это не дает нужного эффекта совсем. Попробую объехать их со спины. Может быть, они все еще будут находиться на той же позиции, в том же состоянии. Думаю, что я наверху. Как знать, возможно, мне удастся выскочить на них более удачно и это со спины проатаковать. Хотя, я уже надеюсь, сейчас, если это не удастся, сходу... Алексей, Алексей! О, промазал. Ага, я ему пробиваю топливный бак, поджигаю. Это большая удача, на мой взгляд. Фердинанд долго будет разворачиваться, он тоже должен быть двоим. И выстрел просто в заднюю часть. Бац! Просто пробитие. Невероятно. Давай, давай, да, заходи ему назад, он не успеет развернуться. Пей ему, наверное, гусеницу, а потом уже расчменяйся. А, нет. Отходи, отходи. Как это было, помните, в том фильме, Верещагин. Ну, уходи с Баркаса, взорвешься. Но нет, все нормально. Баркас взорвался, Верещагин цел. Какое-то чудо сейчас происходит, на самом деле, на ваших глазах. Т-44-ка убила три машины и до сих пор жива. Или две машины, а одну машину убила предыдущая, но не важно. Совершенно исходит с ума один из противников, который пишет, что Т-44-ка, якобы сверхсильная, но мы с вами, друзья, знаем, что это, к сожалению, к сожалению, это не так. Все еще немецкая техника. Значительное превосходство имеет на этих четвертых уровнях, но то, что удалось сделать, показать вот эти три уничтоженных против врага, это, конечно, радует. Антон, что ты предложил бы мне делать сейчас? Алексей, я предложил бы выбираться отсюда, сходить посмотреть, как обстоят дела на точке С. Вот сейчас я до него подъеду, там я вижу еще одна 44-ка. Он подожжен противником, неким мистером Вегасом. Если бы он этого противника подсветил, возможно, я бы подзнал, куда ехать теперь. А в данный момент я даже не знаю, куда ехать. Встану я здесь, попробую захватить точку. Да, мистер Вегас уничтожен. Посмотри, пожалуйста, по статистике, а то у меня нет такой возможности просто сейчас убрали. Сколько там танков вражеских осталось? Осталось только Алекс, Бот, все остальные вражеские танки были уничтожены. Ну, это хорошо. Так что сейчас я традиционно дожидаюсь захвата точки С. Смотрим, где Бот находится. У меня такое ощущение... А, нет, все, подо мной на карте что-то мигало красное. Я уж подумал, не подобрался ли Бот ко мне заспит. Но на самом деле это просто мигает свет точки. Вот так, друзья, пожалуйста, вы видите, что и Т-44 тоже, оказывается, может что-то противопоставить вражеским танкам. Особенно, если вы будете активно двигаться. Но мы, к сожалению, с Антоном оба раза попадали здесь. Ну, за исключением, вернее, самого начала, да. Дальше мы оба раза стартовали несинхронно. И часть наших машин была уничтожена именно из-за этого. Если мы могли... Да у меня, Алексей, да у меня были все возможности уничтожить и Фердинанда. И попытаться хотя бы нанести какие-то повреждения этому Королевскому Тигру. Но, повторюсь, я стреляю стандартными снарядами. У меня не прокачан вообще 44-й. Да, вот, пожалуйста, еще один момент. Действительно, я стреляю все-таки уже улучшенными. Которые БР-365К. Я никак не смог довестись на Фердинанда. Когда он был в такой позиции, подбирался на гору, он задрал полностью половину танка наверх. И, если сказать самолетным станком, пилотным, да, подвесился на этой горе. Но я не смог на 44-ке довести в минусовой градус, в минусовый угол атаки, пушку по вертикали. Точно, точно. Так, ну что, я думаю, я здесь тоже выхожу, потому что ждать особого смысла ничего нет. Вот, и убивать это неинтересно. И попробуем все-таки в финальный какой-то бой, наверное, попасть. Сейчас уже 21-4, сейчас посмотрим. Да, вернуться в ангар, разумеется. Конец боя. И скоро будет закрыт сервер, поэтому надо 21-4 съездить. И будем завершать наш обзор на сегодня. Ну что ж, так, выйти из игры нет, я не хочу. Я хочу нажать готовность быстренько. Готов. Управляемся. Едем. Удается. Да, друзья, нам удается в последний момент заскочить в уходящий вагон последнего поезда. 44-ка снова. Я снова выбираю этот танк. Да, я тоже пойду на 44-ке, потому что, Алексей, мне осталось очень и очень мало до следующих снарядов БР-365К. Отлично. Так что я хочу попробовать потом уже, скорее всего, во вторник, пострелять уже ими такого танка. Потому что я знаю еще о многих-многих, да, много мы с тобой разговаривали, общались, играли, записывали, что стандартные снаряды хороши только против стандартного танка. Да, да. Когда все в равных условиях находятся. Ну, а здесь, конечно, у нас и противники такие очень нестандартные, грубо говоря, выпадают зачастую. В том смысле, что немецкая броня показывает класс. Ну, ничего, ничего, видим, что и с ними можно справляться. Иногда просто по удаче, иногда, так сказать, совершая какие-то правильные действия игровые. Да. Противник практически, в отличие от аркадных боев, заметьте, немцев почти нету желающих как будто бы играть. Значит ли это, что многие сейчас уже просто не попадают в этот бой, потому что сервер закрывается или еще какая-то причина существует тому? Мы попадаем на пепельную реку. Отлично. Ой. Давай возьмем, наверное, первую точку появления и все-таки поедем. Хотя... Алексей, веди меня, потому что я же говорю, в этой карте довольно-таки... Давай, давай, точка появления, номер один. Поп, разбираюсь. Так, сейчас мы появимся. Точка появления, номер один, и в бой. Пошли, я за тобой буду идти. Хорошо, здесь надо ехать налево сразу. Так, только почему-то я тебя до сих пор не вижу. Вот, я вижу тебя, я прямо за спиной твоей направо поворачиваю. А, вижу тебя направо, то есть, там налево. А, да-да-да, налево, 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 все нормально, да. Честно, я немножко, я немножко как-то заблудился. Или направо все-таки. Ё-моё, а где же тут выход? Нет, направо, я был прав. Просто, если мы найдем, пойдем налево, мы выйдем на точку А, она нам не нужна, нам нужна точка, вот, вокруг точки Б пространства. Ну почему же, нам точка А тоже нужна. А, безусловно, она сама по себе нужна, но вот на 44, я точно знаю, что можно показывать интересную игру там, внизу. Кто-то пишет нам, помогите, переверните меня на базе, но на данный момент, по-моему, это нереализуемо. Да, это невозможно. Так, о, Фердинанда вижу уже, промелькнул один раз вам. И шестерка промелькнула. Ис останавливается чуть-чуть раньше, чем надо. На самом деле, ему бы подойти вот под эти камни, и вот у них встать. Вот где-то здесь, направо ему свернуть. Да-да-да-да-да, и вот здесь вот стою на Иссе. Ну, а наша дорога ведет чуть дальше. Нет, он предпочитает ехать вглубь. А нам нужно сейчас постараться реализовать наше преимущество скорости, нырнуть вниз. Ах, какая досада. Не повторяйте, не повторяйте мою ошибку. Да-да-да. А я выжил. Выжил, отлично. Все, я беру вторую машину и рвусь туда же. Давай, я тогда тут... А, ну, у меня немножко... А тебе нужно проехать вот до поля, постараться встать либо за камушек прямо перед тобой находящийся, либо проехать до поля и разместиться там. То есть под полем есть в самом южной его части такое место, где можно из-за вражка выезжать, в нем прятаться. А сейчас, когда у нас там будет какая-то критическая какая-то масса, мы можем оттуда прорываться. Ну, или действительно стоять за камнем, это тоже очень удобно. Так, ну, я начинаю, собственно, продолжаю. Продолжаю движение. Ой, так, Алексей, я вижу довольно-таки... Близко уже, да? Близко подошли враги, наверное, к тебе? Да нет, в принципе, пока не близко. Но у меня такое ощущение, что я сейчас вот так отгребу. Главное, не высовываться из-за этого камня, и этот камень просто волшебен. А, Фердинанд, Фердинанд. Держись, держись, посвяти его для начала. Сейчас, Алексей... Я прям рядом с тобой. Вот, подсветил. Я понял тебя. Так, а где же он-то находится? Не понимаю, почему. Как-то 34... Ну, так же стандартными снарядами не может никого уничтожить этот 44-й. Ну, да, да. То есть, я понял. Ты выехал вот туда, под заборчик сразу, да? Да. Алексей, я же тебе говорю, я вот сколько на нем ездил, я на нем еще в режиме РБ ни одного танка не уничтожу. Почему я не понимаю? У меня попадания какие-то. Куда попадания? Зачем попадания? Вообще, что я им там, какие повреждения наношу? Ни хрена не сказано. Постоянно одни попадания. А ближе подойти, ну, это сопернику реально надо быть слепым. Тем более на такой карте, как Петерная река. Да, да. Скажи, пожалуйста, ты продолжаешь движение в этом же направлении, да? Да, я еду к тебе сейчас. Могу тебя ожидать здесь? Да, да, да. Да, я еду к тебе, подожди меня, потом будем уже как-то вместе. Скажи, где находился противник? Я остался за заборчиком, где-то правее от тебя сейчас он находится. Ты должен его видеть сейчас. Он на карте отмечен. Я вижу, что оттуда кто-то стреляет. Ага, я вижу, 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 вижу. Так, Алексей, я, видимо, до тебя уже не доеду. Совсем, да, постерел по тебе, пошел. Мне повредили башню. Пушкой. Откуда я вообще не могу понять. Починиться, я думаю, ты можешь. Да, у меня минута починки. Ну, нормально. Нет, у меня пока все крутит, сейчас проверю. Вертикальную наводку. Нет, вертикальной наводки абсолютно нету. Но я, в принципе, покачиваюсь. Пока еду к тебе, может, еще почему? А я вижу Фердинанда. Если мне удастся, я дал ему жалую. Еще немного усилий и победу. Продевающийся город. Перевед не можем двигаться. Давай, давай, давай. Надо хоть как-то повернуться. Давай, душе еще. Фердинанда. Нет. Я не успел на него вывернуть. Мне выбили шасси. Увы. Теперь я уже буду наблюдать за тобой, партизан. А тут нечего наблюдать. Все плачевно. Нет, Алексей. Сейчас, если успеем еще раз в бой зайти, я не буду брать 44-й. Он загорает, отдыхает. Я пойду на ИС-2. По крайней мере, я уверен в этом танке, что если я нацелился туда, куда я нацелился и попал, то оппоненту будет очень больно. Ну, давай, давай. Ты знаешь, я думаю, что, может быть, мы уже здесь бы и прекратили запись, как ты считаешь, после этого боя все-таки. Потому что, во-первых, мы, боюсь, не попадем сейчас в сражение. Даже если попадем, то как бы не переутяжелить нам нашу с тобой запись. Ну, тогда, в принципе, да, я с тобой согласен. Мы и так сегодня... Достаточно много написали, достаточно... Да, да, достаточно. Я думаю, понятно объяснили, хотя бы, по крайней мере, поверхностно, что сейчас происходит на сервере ЗБТ. Так что, друзья, вот вы видите то, что вы видите. Надеемся, что вам было интересно это дело наблюдать. С вами были Антон Партизан. И Алексей Хэнконг. До новых встреч. Счастливо и пока.